Завтрак с директором прошел в Хабаровской школе номер 30. На него пригласили родителей первоклассников, чтобы они сами оценили, чем кормят детей во время учебного процесса. От дегустаторов ждали не только похвалу, но и конструктивную критику. Школьное питание в репортаже Арины Солдатенковой. Белая скатерть и обширное меню. В 30-й школе накрыли богатый стол для родителей первоклассников. Они пришли на завтрак с директором и будут пробовать все, что едят их дети. Омлет, творожная запеканка, вареники с картошкой, молочная рисовая каша и наггетсы. Сын Татьяны Бабик за первый месяц учебы на питание не жаловался и даже обрадовался, когда узнал, что мама с инспекцией собирается в школу. Мама, возьми с собой пакет. Я говорю, сын, зачем? Возьми с собой йогурт и чекопай. Каждый год школьные технологи обновляют меню с учетом предпочтений школьников. Повара говорят, так называемый индекс съедаемости в их учебном заведении высокий. Это означает, что детям еда нравится. Однако все равно находятся ученики-гурманы, которые чрезмерно разборчивы. Он говорит, я омары на завтрак ел. Я говорю, извиняйте, омаров у нас нет. Иногда технологам приходится идти на хитрость. Например, школьники плохо ели котлеты. Повара заменили их на наггетсы, которые, по сути, то же самое, только в панировке. И дело пошло. У детей психология такая на сегодняшний день. Вот котлеты он не будет есть, а наггетсы он съест. Родители же судят по школьной кухне со слов ребенка. Дети часто критикуют пищу, особенно первоклассники, которые привыкли, что дома им угождают. С помощью таких завтраков родители могут составить собственное мнение о меню и качестве блюд. Я спрашиваю, чем мы сегодня кормили. Он говорит, у нас сегодня был омлет с хлебом. Я сначала не понял, что такое. Вот сейчас попробовал, мне очень понравилось. Ну и на удивление, он у меня такой привередливый парень, но он съел. В школе стараются разнообразить меню и сделать его сбалансированным. Сложности бывают с учениками, у которых диабет и аллергия. Им нужно спецпитание. Но, по словам технолога, в школе номер 30 таких детей нет. Одна из самых частых жалоб – холодная пища. В основном, какие претензии у родителей? Что все вкусно, но именно бывает, что может быть холодное, может быть чуть остывшее. Здесь мы тоже выбираем пути решения. В этой школе такие совместные завтраки проходят уже три года. Каждый месяц в столовую приходят родители школьников разного возраста. По итогам этой встречи решили убрать из меню только одно блюдо – фруктовый салат в шоколадном соусе.